Привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 25 октября и у нас окончательно уже закончился огородный сезон 2019. Может быть в южных регионах еще не закончился, но у меня сибирский регион и вот этот снег, ветер, холодная температура загнала меня домой. И можно теперь спокойно посидеть и вспомнить нынешний год, весну, лето, осень и поговорить о том, что же все-таки не получилось в этом году, какие были неудачи. Когда я снимаю свои видео и говорю этим начинающим огородникам или тем, у кого не очень много опыта, я всегда говорю, повторяю, все будет хорошо, пытайтесь, делайте, пробуйте. Но самой у меня тоже очень часто бывают неудачи и без этого никак в огороде не обойтись, потому что правильно говорят, что плохой опыт это тоже опыт. Один раз, сделав ошибку вот в чем-то, мы на следующий год уже делаем или по-другому, или учитываем эти ошибки. И вот сегодня я решила снять видео, которое специально назвала «Мои неудачи этого года». Даже выписала все, чтобы забыть. Шесть было неудач у меня. Ну, короче, шесть неприятностей, которые в этом году немного омрачили мне мой огородный сезон. Сейчас расскажу обо всем по порядку. Какие-то были маленькие, но не очень такие страшные, которые можно было пережить. Какие-то были вообще ужасные, которые нервы мне потрепали. Первая неудача у меня была, вот кто смотрел все мои видео с самой весны, наверное, помнит. Первая неудача моя была, когда я посеяла петунию, и кот персик опрокинул эти мои лотки. Вот когда они только взошли крошечные, 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 все эти мои посевы рассыпались по земле. И хотя вот петуния была такая, ну, хорошая, жирненькая, я не собиралась ее пикировать. Пришлось ее в срочном порядке распикировать в самые ранние сроки. Потом там же, в этой же придомовой теплице, во время весенних заморозков возвратных, когда была минус 8 температура на улице, у нас, ну, это уже форс-мажор считается, у нас отключилась электроэнергия, отошла вилочка вот из штепселя, и у меня выключилась ветродуйка, и у меня замерзла рассада. Ну, как потом оказалось, она замерзла не до конца, ее просто прихватило. Но когда я утром вышла и увидела вот эти вот лежащие, была такая хорошая, здоровая рассада, вот так вот лежащие все на земле, для меня был, конечно, шок. Я сначала, я даже, ну, как, это как говорят, лишилась дара речи, хотя мне разговаривать было не с кем, но все равно я очень расстроилась. Ну, и бывает и такое, и вот именно поэтому я вот еще раз хочу сказать про выращивание рассады. Когда выращиваешь вот массовую рассаду, когда особенно, если берешь заказы на выращивание рассады, вот такие неприятности могут очень хорошо испортить весь год. В такой день может сразу в теплице замерзнуть все. Ну, потом я вам расскажу, потом все было нормально, там несколько индетерминатных листики отвалились, остальные отошли, я их реанимировала. Третья неприятность, которая тоже очень серьезная и повлияла на весь мой огородный сезон, это то, что перец, оранжевый гномик, наградил меня нынче белокрылкой. Я уже рассказывала, что прошлогодний, с осени перец занесла домой, пожалела, что он был такой красивый, яркий, он у меня рос в садушке, и не стала я в течение зимы следить за ним. Там обычно, как вы знаете, заводятся, вот в садовых у нас горшочках, в течение зимы, весной заводятся различные насекомые вредители. У меня завелась там белокрылка, и я спокойно вынесла этот горшочек в придомовую теплицу, а она расползлась потихоньку, когда я ее еще не видела по всем моим остальным посадкам, ну почти по всем. И потом все-таки она пробралась на улицу, и вот все лето я как-то старалась снизить количество вот этой белокрылки, то есть была борьба с белокрылкой. Это тоже неудача моего нынешнего года, потому что потом я махнула рукой и решила оставить, до конца я ее так и не победила, решила оставить на зиму, чтобы она замерзла, а потом весной, если уж какая-то не замерзнет, вот эта личинка вылупится, то начну все сначала во всеоружие, а сначала я даже не знала, чем с ней бороться. Потом пятая моя неудача была, когда вот после высадки в грунт самых-самых первых, первой партии томатов, но опять же тот, кто весной смотрел, видели, у меня полностью грядка ленивка, где я высадила Демейдова, Настеньку, там замерзла на горе и подмерзли под пленочкой высаженные первые те же самые вот сибирские сорта, тут немножко подмерзли кончики листьев, а там на грядке ленивки замерзло вообще почти все, до такой степени, что я даже хотела их выдергивать. Остались одни вот эти стволики и больше ничего, и черные листья вот эти, как бы обожженные морозом. Но потом тоже все обросло, не так страшно было. Потом, это была пятая неприятность, и шестая неприятность, чего не было никогда у меня в жизни тоже. Вот белокрылка первый раз в жизни появилась, и никогда в жизни не было столько слизней. Я уже говорила, что у меня, ну были прошлые годы единичные, ну там увидишь одного, здесь увидишь одного. У нас никогда не было обгрызанных помидор, объеденных. В этом году было вот просто нашествие слизней, я показывала уже из баклажанов, начала потом на перцах, и помидоры. Объели всех монгольских карликов, вот прям обкусали. Иногда подходишь, такое впечатление, что человек поел помидор, ну как пообкусывал и бросил. Но потому что помидор не сорванный с куста, что он лежит на земле не оборванный, ясно, что это не человек, не человеческих рук дело, это вот слизней. Вероятно, у них, не знаю, или такие большие рты, или они так долго сидят в одной дырке, кажется, что вот откусано большим ртом. Слизней, было очень столько много слизней, я не знала тоже, как с ними. Хотела слизнеедом посыпать, люди испугали меня, сказали, что очень токсично, не нужно. Вот эти все посыпания перцем, потом шелухой, ловушки, мокрые тряпки, советов очень много, но так как они везде, во всех уголках огорода, я в этом году, если честно, они меня как немножко в смятение ввели, но не обсыпать же весь огород горьким перцем, или этой скорлупой, толченой от яиц. У меня нет столько скорлупы, и перца красного тоже столько добыть очень сложно. Короче, вот это была неудача моего года, потому что они объели томаты, но такой очень эффективного способа борьбы я все-таки не нашла, чтобы раз и всех слизней уничтожить. Потом. Сейчас я расскажу, вот я прочитала вам первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое. Сейчас я вам расскажу, как я исправляла вот эти неудачи, чтобы немножко как это, минимизировать вот эти вот потери. Ну, когда кот перевернул эту плошку с петунией, конечно, я ее распикировала в самые ранние сроки, в фазе двух семидолей, когда она была крошечная, пинцетиком прям потихоньку, и потом люди, все зрители видели, какая она разрослась, я снимала видео, алые такие кусты стояли, расцвели, все с ней было хорошо. Потом во время заморозков, минус 8, когда вроде мне казалось сначала замерзли томаты совсем, ну а их, оказывается, просто прихватило, но все равно, они подмерзли многие, но я тут же развела я пин, обрызгала их, единственное, что после этого сразу вышло солнце, и по-хорошему бы их, после того, как они примерзают, вот прихвачивает, томаты надо или чем-то накрывать, чтобы у них не было такой стрессовой вот этой вот, сначала холод, потом жара вот такого скачка резкого, сначала они подмерзли, потом они их же солнцем пришпарят, но я вынуждена была оставить их на солнце, потому что мне прятать их было некуда, их очень много, я физически не могла их никуда не унести, ничем не прикрыть, поднялись, которые, некоторые поднялись быстро, некоторые поднимались очень долго, у каких-то отвалились листики, но в общем, ни один томат не умер до конца. Потом, когда, после высадки в грунт, вот грядка ленивка, что я делала, тоже немного опрыснула вот эти все растения, из-за того, что они всю зеленую массу потеряли, вот демидов стояли одни вот такие вот, подкормила, подкормила азотосодержащим, и вот именно в таких случаях, я говорила, еще весной и летом, для этого я всегда держу селитру аммиачную или вот этот мочевину, карбамид, так я редко применяю, потому что я всегда перегноем пользуюсь, но в таких случаях, когда подмерзает рассада, когда не остается листьев вообще живых, на томатах, ну пусть там будет, на каких-то, на других, не знаю, что еще может подмерзнуть, остальные мы рано не высаживаем, и вот тут для того, чтобы томат нарастил зеленую массу, чтобы он быстро пришел в себя, люди используют очень часто селитру аммиачную и карбамид, я сделала то же самое, я вот азотосодержащим удобрением полила, они быстро очень разрослись, и они, была задержка 7 или 10 дней, не догнали всех остальных, ну и про белокрылку, тут у меня ничего я исправить не смогла, вот она уже завелась, так завелась, естественно, я узнала, даже у зрителей просила совета, кто сталкивался с этим, чем можно, мне насоветовали все-все-все, вешала и желтые липучки, и включала фумигаторы, и опрыскивала т-пеки, выписала, ну ждала долго, пока ждала т-пеки, когда мне пришлют, она уже распространялась по всему огороду, опрыскивала регулярно, но там-то т-пеки больше трех раз опрыскивать нельзя, а так как было уже лето в разгаре, зелени было много, мне просто физически не было возможности всю зелень мою в огороде обработать, так что с белокрылкой я осталась до самой зимы, и вот убирала, когда я всю растительность, еще кое-где взлетала белокрылка, на будущий год будем дальше бороться, если она выживет, и про слизни тоже, большинство слизней ушли у меня в зимовку, на будущий год снова начнется борьба с весной, теперь я уже собрала очень много способов борьбы со слизнями, буду их испробовать на своих слизнях, и вот что хочу сказать, как вы увидели, услышали сейчас, список-то довольно-таки немаленький, неудач этого года, там и кошка постаралась, и белокрылка завелась, и подмерзла у меня, и слизни на меня напали, ну короче, случилось все, и это бывает так каждый год, но ни одна из этих неудач, это не повод там расстраиваться, или как бы говорить, да ну его этот огород, больше не буду, вся наша жизнь, это вот такие вот испытания, и некоторые огородники, особенно пенсионеры, вот как я, нам даже иногда интереснее, потому что вот преодолевая все эти преграды, борясь с природой, борясь со слизнями, с кошками, со всем, мы хотя бы, человек чувствует вкус жизни, он, я вот не могу, например, лежать на диване, мне кажется, если бы я легла на диване, не занималась в огороде, ну просто плесенью покрываешься, так что новичкам, я вам сразу говорю, если что-то случится, не расстраивайтесь, каждому, на каждую неудачу находится решение проблемы, если даже мы решить не можем, вот как у меня, остались слизни и белокрылки, ну и ладно, пусть пока позимуют, на будущий год с новыми силами, мы уже будем знать, по крайней мере, я уже ученая, все способы борьбы, я уже с людей перечитала, все советы записала в книжечку, и на будущий год, возможно, моих неудач будет меньше, до свидания, все.